Доброе утро еще раз в 7-7-7-7-18 здесь на Южном Урале. Сегодня 3 марта и по-моему пришло время поговорить о кукольном театре, потому что сейчас там идет глобальный ремонт капитальный, и поэтому вся труппа не перестала работать. Спектакли продолжаются, единственное, на разных площадках. Да, но все уже знают, что кукольный театр работал на площадке выставочный зал Союза художников. Там были спектакли, сейчас готовится новый переезд на новую площадку. О том, как вообще театр справляется с этой ситуацией, мы поговорим с директором театра. Итак, на связи у нас Елена Ильченко. Доброе утро. Доброе утро. Добрый день, Павел, Татьяна, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, куда же вы все-таки переезжаете? Потому что, мне кажется, все ваши зрители следят за вами и ждут, куда же, в какое место им податься теперь. Куда следовать? Да. Друзья, мы переедем недалеко, буквально на расстоянии тысячи шагов от театра. Это переулок Островского, дом 8, ДК, ЧРЗ. Мы заключили долгосрочный договор аренды с администрацией Челябинского электровозоремонтного завода на временное владение и пользование этим ДК. Это ДК, нужно сказать, что находится где-то во дворах, да? Да. Это площадка между проспектом Победы, улицей Каслинской, Свердловским проспектом. Во дворы немножко нужно зайти. Но мы, знаете, для наших зрителей даже на фасаде театра сделали большой баннер с навигацией. Как нас не потерять? Довольно просто найти. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас почему вы все-таки переместились с выставочного зала и вам пришлось переехать туда, в ДК? Ну, на самом деле, это такой первый масштабный переезд, потому что на всех площадках, включая выставочный зал Союза художников, мы только показывали, ну и репетировали спектакли. А ДК, ЧРЗ планируем все-таки использовать для создания и выпуска наших новых постановок, которых в этом году запланировано 4 единицы. Это три детского репертуара, Бибигон по Чуковскому мы покажем в июне, Петрушку на музыку Стравинского осенью выпустим и Русалочку по Андерсону. И одну взрослую постановку мы запланировали, Любовь и Голуби по пьесе Гуркина покажем взрослому зрителю уже этим летом. Репродукция кукол будет как-то напоминать героев из фильма? Это будет кукольный спектакль вообще или нет? Ну да, конечно, это классические персонажи, которые в том числе и в телевизионной версии этой пьесы всем нам знакомы. А то есть, скажите, площадка ДК позволяет вам комфортно себя ощущать? Да, в том-то и дело, что мы искали большое сценическое пространство, дополнительные площади с тем, чтобы переехать не только трупы, но и производственным цехам, перебраться, работать и художественному руководству, чтобы быть в непосредственной близости от трупы. Сцена ДК ЧРЗ по своим техническим параметрам, по размеру зеркала сцены, по глубине, по ширине карманов, максимально близка нашей кукольной родной сцене. Плюс в ДК большой зрительный зал на 400 мест, просторное двухэтажное фойе с буфетом. Я думаю, и нам, и зрителям в этом ДК будет удобно. Ну вот сейчас скажите, что происходит на основной площадке, как она выглядит, какие работы там ведутся и как долго они продлятся? В театре идет полномасштабный демонтаж всех внутренних помещений. И, соответственно, в ближайшее время, я знаю, что заказчикам отыграны аукционы на поиск подрядчиков на капитальный ремонт механики сцены в большом зрительном зале. В ближайшее время определятся подрядчики на отделочные работы. И мы планируем, мы, конечно, очень надеемся, что к началу следующего сезона, в сентябре-октябре текущего года, мы вернемся и пригласим зрителя в общественные пространства, в большой зрительный зал, в фойе, сцена будет отремонтирована. Ну а административные и производственные помещения, запланированные работы окончатся до конца года текущего. Мы очень в это верим. Мы желаем вам удачи, пусть все планы сбудутся и ждем, когда кукольный театр будет возвращаться на свою родную площадку. Спасибо вам огромное. Напомним, с нами на связи была Елена Ильченко, директор Челябинского государственного театра кукол имени Вольховского. Ну что ж, постановки, о которых только что нам рассказала Елена, нужно посмотреть и ждем. Особенно заинтриговала Любовь и Голуби. А прямо сейчас мы с вами добавим обороты и узнаем, откуда пошло выражение «Деньги не пахнут». Не пахнут?